В минуту вашего внимания, не волнуйтесь, мне ничего ни от кого не надо, своими руками зарабатывают. Всем хочу пожелать здоровья, друзья, всем здоровья. Богатым, бедным, всем здоровья пожелать. Но главное, пожелать веры в того, кто некогда не жалел своей крови за нас грехов, за наши грехи. Мы боимся вируса, но есть грех, который хуже вируса, изуродовал наши души. Я сам погибал, кровь, наркотики, оружие. Последний срок в одесской тюрьме сидел за оружие, и Бог не дал покаяния через веру в Иисуса Христа. Есть единственное лекарство от любого вируса греха. Это кровь Иисуса Христа, это страдание Сына Божия, который не только умер за грехи наши, который воистину воскрес. И так, оставляя времена неведения, Бог повелевает человечеству, уверует в Сына Божий и покаятся. Чтобы, веруя в Него, вы наследовали жизнь вечную. Читайте Евангелие, молитесь Богу. Неважно, в храме, дома, на огороде, важно, чтобы это было от сердца. И конфессия тоже не решает вопрос, какой ты конфессии. Решает вопрос спасения Иисуса Христос, Сыне Божией, умерший за грехи наши воскресший. Ибо так Бог возлюбил нас, людей. Неважно, кто ты, президент, бомб, спортсмен, наркоман, африканец, украинец. Бог возлюбил нас, людей, что послал Сына Своего Иисуса Христа на крест. Для чего? Для того, чтобы всякий человек, абсолютно всякий, кто искренне уверует и покается, не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, благослови Украину, благослови у детства, благослови все страны и города земного шара, верой в Иисуса Христа. И приходи, Сын Божий, наведи порядок Твой на этой планете. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Читайте Евангелие, читайте Библию. Бог через нее говорит нашему сердцу. Здоровья вам и радости, веры во Христа. Аминь.